Так, друзья, привет-привет! Сегодня мы вместо того, чтобы сидеть на диванах, мы сегодня собрались нашим небольшим коллективом поехать на Оренбургскую достопримечательность Букабайские Яры. Покатаемся, посмотрим, доедем до Змеиной горы, покатаемся через Брод, попьем чаю, пообщаемся. Очень много людей новых к нам присоединяются. Переходите в телеграм-канал Нива 007, там вся доступная информация. Ну а мы поехали! Проезжаем речка Бердянка и в населенном пункте находится старая церковь, село Качевский и доедем до церкви. Такая церковушка, как видно, что сверху прикрытия деревянные, но, как понимаешь, что у местной администрации на восстановление, наверное, финансов нету. Поэтому находится в таком запущенном состоянии, хотя она закрыта, туда входа нет. Продолжение следует... Мы пока снимали церковь, ребята уехали на трассу, но мы решили поехать по другому пути. Приехали на внедорожниках, нужно переехать в небольшой брод. Я думаю, так интереснее. Нужно еще доехать до села Михайловка. Сейчас мы туда едем, как раз на Букабайские Яры. Все, мы проехали по полям и встречаемся с нашей группой. Едем, едем. Да, поехали. Все, догнали, собрались и двигаемся дальше. Так, вот село Михайловка налево. Сейчас мы обещаем в село Михайловка. Если на Гру, по-моему, как я помню, заезжаешь, там находится Букабайская Яры. Аркадий подъехал. Небольшое уточнение, мы Михайловку проехали. Здесь вот Смирновка называется. Нам нужно будет вон туда вон ехать. Смирновка называется. Смирновка называется. Букабайские Яры. Сейчас выйдем и я вам покажу достопримечательность Оренбургской области. Опоздавшим привет. Добрый день. Что знаешь про Букабайские Яры? Не знаю, первый раз здесь был. Вот сколько живу. То есть первый раз нами приехал. Первый раз с вами сюда вот выехал. Старшего взял с собой сына. Здесь спуск и самые Букабайские Яры. Вот эти вот камни. Они как бы шарообразные. Вот где все фотографируются. Большую часть, конечно, смотреть нужно с той стороны. Оренбургская область. Твое личное мнение, от чего у нас так получается? Может и за ветром? Я тоже думаю, что роза ветров, угол горы, наверное, обдувает песок и получаются вот такие интересные шары. Они прям очень-очень плотные. Очень плотный камень. Но все это как бы надуто, наверное, больше песка. Да, интересная географическая точка Букабайские Яры. Переходите, набирайте в интернете, посмотрите. Больше участников приезжают, катаются. Очень приятно. Очень много активных людей, которые не только сидят дома на диванах, собираются, приезжают. Всю информацию наших сборов можно найти на моем телеграм-канале Нива 07. Ну вот, побывали мы с вами на Букабайский Яры. Сейчас мы едем на Змеиная гора. Тоже интересно. Хороший спуск. И мы здесь были два года назад. Там тоже подъемчик каменистый был. То есть можно для внедорожников определенный сделать тест. Здесь находится Ханская гора. Есть интересный въезд с диагонально вывешиваемым. Забираемся на горочку. Колеса должны вывешиваться. С двумя самоблоками Нивасяк у нас. Спокойненько. Я тоже на первой пониженной сюда заехал. Нивасяк у меня был заблокированный. И в принципе я заехал веком. Сейчас все заезжать будете. Так, куда больше? Хорошо. Когда мы выезжаем на покатушке, нам очень часто приходится травить колеса. Я использую автомобильный компрессор от компании АВС. Компрессор хранится в очень удобной сумке. В сумке находится шланг с манометром. Сам компрессор АВС Турбо 75 литров в минуту. А также разные переходники для накачивания матрасов и мячиков. Одеваем крокодильчики. Компрессор готов к работе. Очень удобно травить колеса. Сейчас проверим, за какое количество времени накачает колесо. Ровно две атмосферы. Это старок у нас. Сзади стопроцентная. Первое легко. Ладно, на кадах. Легко вообще. На даме пошел. На автомате. Сзади электроблокировка. Включай блокировку. Чего мучить? С электроблокировочкой. Захло и хорошо. Горазь, видите, у нас подчинил. Она предыдущая сентябушка. Передний редуктор у него просто... Ну, как у нас, на нем всего метр ломается. Так же, вот, вот, видите. Для канавочки. Не базит. Молодец. Стоповый неласик. Здесь крутящий момент ушел у вас на задний колесо. Все, красавец. Я бы еще не ласик. Хорошая красавица. Ну, как видите. Или межосевой. 2 литра Duster. Самое интересное, это спуск вот с этой горы. Ханская гора называется. Да, посмотреть, нет ли там обрыва какого-то. А то мы сейчас спустимся. Да, вон, через тот бродик нам нужно будет с вами переехать. Сейчас самое главное убедиться, что... То есть, ничего не перекуп. Все нормально. На багатушках, на багатушках отрываемся по выходным. Остав приключений, дороги, влечения и даже почти что не спим. Итак, я спустился, в принципе, не сложно. Вторая пониженная, потихонечку. Сейчас спускается Виктор. Стоковый неласик. Спокойненько. Не скользко, потому что спуск каменистый, песчаный. Интересно будет подняться здесь. Вот такие сегодня покатушки у нас интересные получились. То есть, и посмотрели достопримечательность Оренбургской области и покатались. С Евгением катались в Башкирию на Антонову Скалу зимой в декабре. Это почти год назад прошел. Есть тоже видосик. Именно автомат показал себя, ну, достойно. Тоже потихонечку, без каких-либо проблем, спускается автомобиль. Мазда на липучке. Новый участник у нас. Приехали. Спрашиваю ребят, говорю, как нравится. Они говорят, ну, да. Есть тут очень много организационных моментов, чтобы по очереди машины проехали, чтобы не было каких-то пробелов, чтобы время не тянуть. Есть видео, где мы на трех Нилах порвали полуось. Вот этот Ниласик, хоть и у него он сзади тоже на 22 шлица стоит, проезжал там, где мы и поломались. Два самоблока. Занижение раздатки. Ну, все то же самое, что и у меня. Недавно мы катались в город Орск. Нас приглашал другой клуб, с кем мы привели сутки. Да, мы приехали, переночевали и уже после соревнований в обед уехали. Очень нам, в принципе, понравилось. Ребята с Орска, если смотрите, вам всем привет. Все участники, которые к нам приезжают, все молодцы. Главное, не сидеть дома. Если есть возможность, приезжайте, участвуйте. Собираемся, знакомимся. Хотя минус 10. Уже спуск понятен ребятам. Как бы спокойно спускаются. Вот Алексей уже спокойно, побыстрее спустился. Чем хорошо кататься группой, это безопасно. То есть, если что-то с тобой случится, мы или на трассу, или как-то поможем. Там какой-то мелкий ремонт. По крайней мере, не бросим. Не смотрится. Белое-черное. С электронными помощниками очень удобно, конечно, кататься. Есть помощь при спуске, помощь при подъеме. Все, едем пить чай. Гора Змеиная или Гора Ханская. Вот видите, стоят таблички правительства Небурской области. Пабельник природы областного значения. Гора Змеиная, Ханская гора. Могила Хана. Где мы сейчас с вами находимся. На дворе холодно. Не забывайте подзаряжать свои аккумуляторы. Смотрите к приобретению зарядного устройства от компании АВС. Предназначен для зарядки 6 12-вольтовых свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Здесь идет защита из-под бампера. А здесь сделано окошко. На болтах. Разъем. У нас есть, так сказать, клубный самовар. Мы там сделали гравировку. Николай, видно гравировочку-то у нас на самоваре? Так, да, вот. Есть гравировочка теперь у нас. У нас клубный самовар. Типа того. YouTube. Нила номер 7. Если хозяин с группой, выходит самовар и стоит. Да, уже все. Сам сказал. По-любому. Каждый привозит свои вкусняшки. Пьем чай. Ты зафиксировал это на видео? Да, общаемся и едем дальше. Запустил, все. Какой парамазы. Спустили с горы, попили чаю и показываем Ханская гора. Субтитры подогнал «Симон» 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 не в курсе, тоже не знаешь. Говорят, что вообще откуда они здесь появились, неизвестно такие глыбы. Ну да, такие большие камни, представляете? Сами по себе вот такие здоровые камни. Ну какое-то природное явление, да, наверное, было все-таки. Ну вот, в принципе, полный обзор сегодняшнего выезда по, можно сказать, историческим местам нашей Оренбургской области. Если вот понравилось вам такой характер видео, пишите комментарии. Будем что-то еще найдем, куда-то доедем, покажем. К нам тоже присоединяйтесь, ребята фотографируются. Ну на этом, наверное, будем заканчивать. Вечереет. Нужно нам еще двигаться домой. Это Оренбург, Оренбургская область. Переходите в телеграм-канал НИВА 007. Следите за нашими новостями. Последняя наша локация Соколина и Колка. Сегодня мы посетили, получается, четыре места. Это Букабаевские еры мы посмотрели. Змеиная гора, где мы чай пили. Потом мы доехали до камня, святая гора, да, где камень лежит в поле. И вот сейчас приехали как раз вот в этом березовой роще. Находится вот этот вот домик, можно сказать, где пьют чай. Всем спасибо. Есть у нас телеграм-канал НИВА 007, общий, так сказать, всероссийский, где доступна вся информация, куда мы выезжаем. Пишем, в принципе, заранее, оповещаем. Как видите, у нас все дружно происходит. Пьем чай, общаемся, смотрим интересные места, которые мы живем в Оренбурге сами. Да, мало что знаем. Находим в интернете и двигаемся. Проносятся дни, секунды, часы, пролетают недели. И на выходных мы мчимся скорее прочь из домов. Мы мчимся туда, где нет дорог, где сосны и ели. Где нет толчаи и суеты. Ваши города... Небольшая поломочка. У нас нештабная ситуация. Поймали шестигранник в баллон. Его видно отсюда, нет? Вон он, видите, реактивный тяг, видите, торчит. Он, видать, как сыграл и баллон, видать, кацанул или что. Сейчас снимем. Вон, видите, от реактивной тяги. Все, сейчас мы меняем колесо и поедем дальше. Находимся в просторах Оренбургских степей. Слушай, ты и баллон покоцал, да? Да, оно не сильно, в принципе. Шипит не слышно, ничего. Барабан расколола. Вот такие вот дела завернуло, короче. А вон дырочка, я вижу. Короче, диск повредило. И что, прям дырочка? Ну, говорят, слышно? Шипит, шипит, слышно? Слышно? Давай, запаску. Субтитры сделал DimaTorzok